О необходимости создания кладбища домашних животных уже несколько лет говорят специалисты Госветуправления. Собаки и кошки для многих становятся практически членами семьи. И поэтому, когда питомец уходит из жизни, люди хотят достойно его похоронить. К сожалению, в городе у нас такового кладбища домашних животных не существует. Поэтому в основном все делают стихийные захоронения, что противоречит правилам. Как говорится, всем санитарным, ветеринарным нельзя хоронить животных просто в землю в неположенном месте. А положенного места у нас в городе пока нет. Вместо этого люди копают могилы в лесу и хоронят животных там. Больше половины из этих собак и кошек чем-то болели. Соответственно, вот мы закопали, чуть-чуть ямку вырыли, положили. Пришло другое животное, унюхало, что там кто-то закопал, отрыло, съело. Это вирусы или какая-то другая болезнь. Можешь начать гулять уже среди других животных. Сообщать о нарушении горожане должны в администрацию. Специалисты могут выписать штраф и заставить перезахоронить. Такие случаи уже были в нашем городе. Пока единственный вариант для владельцев – отвезти тело в приемник и передать сотрудникам ДЭП для кремации и утилизации. Кроме того, ветеринары напомнили о правилах содержания домашних животных в городе. Выгул животных без сопровождения хозяина, как говорится, выгул в неположенных местах – это все запрещено. То есть, если животное бегать даже в ошейнике на самом выгуле, то есть, такое животное имеет полное право отловить. Как говорится, появилась служба отлова городского, а на хозяина должен быть наложен штраф от 500 рублей. Эта проблема стала особенно актуальна в связи с тяжелым положением приемника для животных. У них до сих пор не определен статус, финансирования также не хватает. Содержать положенные 20 дней увеличена, сейчас норма, финансово данная структура не может. Получается, что отлов у нас проводится в более щадящем режиме, чем этого требуют правила. Всех отловленных животных осматривают, перевивают от бешенства, клеймят или беркуют и ставят на учет. В Госветуправлении есть сведения о каждом животном, который отловили на улицах города. Екатерина Пенова, Евгения Шевцова, Александр Мальков. Служба новостей Саров, 24.